В истории России есть имена и даты, которые невозможно забыть. Кровавый октябрь 1993 года из их числа. Это было время, когда мы навсегда распрощались с иллюзиями и надеждами. Танки расстреливали не парламент, а нашу веру в справедливость и правосудие. Как же они могли решиться на такое? Что могло заставить политиков, непрерывно вещавших о правах человека, европейских ценностях и демократии, превратить Москву сначала в танцлагерь, а затем в танковый полигон? Должна же быть у этого безумия какая-то веская причина, помимо лютой ненависти Ельцина к своим еще недавно ближайшим соратникам. Противостояние началось еще с 1992 года, с апреля, потому что парламент и съезд, и Верховный Совет стали оппонировать курсу тех экономических авантюр, которые осуществлялись благодаря тому, что им дорогу открыл Ельцин. 2 января 1992 года стартовала так называемая экономическая реформа. Отпустили цены. Населению сказали, что это для того, чтобы ввести рынок, и что это все ненадолго, на полгода, немножко помучаетесь, потом привалит счастье, будем просто подставлять авоськи. Однако уже 13 января Хасбулатов, экономист, уже понял, что ситуация развивается по не лучшему сценарию и заявил об этом. К 20 марта Верховный Совет уже занял отчетливо критическую позицию по отношению к реформам. Некий шанс на примирение забрежил осенью 1992 года. Ельцин вроде бы пошел на уступки и отказался от идеи продавить Гайдара на пост премьер-министра. Депутатам даже позволили высказаться о том, кого бы они хотели видеть во главе правительства. Большинство голосов ожидаемо получил Юрий Скоков. Однако премьером в итоге стал Черномырдин. И как показало время, вывеска поменялась, но суть политики от этого не изменилась. Страну вели все тем же самоубийственным курсом. А вскоре в правительство вернулся и Гайдар. Маски были сброшены окончательно. Реформы проводились компрадорами, которые готовы были превратить Россию, ну если не в колонию, то в полуколонию, а грабить население. И была другая группа, которая полагала, что в России должен развиваться капитализм типа государственного, государственно-монополистического, с большой ролью государства. То есть, по сути дела, это классовое противостояние двух групп верхушки. Один из мотивов расстрела была вот эта боясь, страх охватившая их за то, что они натворились с этой приватизацией, вот эти Чубайсы, эти Гайдары, эти полудурки, что они там натворили. Они боялись, что их осенью съезд выкинет, еще чего доброго посадят в тюрьму. Ведь страх, вы знаете, в политике страх, какой имеет огромную силу верующих. Их уже ничто, вот это, знаете, вот эту пелену в глаза застилал, вот этот страх. И уже все мои заверения, пока я председатель Верховного Совета, Борис Николаевич, вам ничто не угрожает. Я не допущу ни смещения, ни каких-то иначе вещей. Уже не действовало на них. Они боялись, натворили, черт знает что, и боялись ответственности. Лейтмотив сторонников рынка был прост. Россия, мол, за время пребывания в тисках тоталитаризма, безнадежно отстала от цивилизованных стран и должна теперь их догонять. Запад же, уверяли они, ничего не пожалеет, лишь бы помочь русским приобщиться к благам западной цивилизации. «За граница нам поможет», утверждали сторонники Ельцина, стыдливо умалчивая о том, что сделает она это отнюдь не из-за благих побуждений. В России, по сути, вводилось внешнее управление, и ни одно решение не могло приниматься без одобрения западных друзей. Парламент, прекрасно понимающий, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, мешал таким образом не только Ельцину. И Миттеран, и Коль поддержали Ельцин. Совокупный Запад был заинтересован, потому что в 1991 году с разрушением СССР многое было решено, но не все. Российская Федерация оставалась ядерной державой, не была еще разрушена экономика. Нужно было решить две задачи после 1991 года. Это такое поэтапное. Сначала разрушаем СССР, потом низводим Россию до статуса региональной державы, второстепенной ядерной державы, и разрушаем ее экономику, чтобы она нас кормила. Я на основе изучения очень большого материала пришел к выводу о том, что прямую зачинщиком вообще в участии поддерживал вот этот переворот в пользу Ельцина, это Гельмут Коль. Он вовлек этого неопытного балбеса Клинтона, так тот стал очень активно участвовать в этой поддержке. Клинтон прислал как раз в мае 1993 года нового посла Пикеринга, специалиста по мокрым делам и по Латинской Америке, негодяй, каких свет не видел, который фактически превратил американское посольство в гнездо заговорщиков, где они собирались, так обдумывали планы и разрабатывали. Так что вот эта операция по расстрелу Белого дома, российского парламента, была не просто санкционирована американскими властями, но и разрабатывалась их участие. Это совершенно так. Заинтересованность Запада в ослаблении парламента была продиктована еще и тем, что в этот момент он получил прекрасную возможность не только взять под контроль природные ресурсы и сырьевые богатства России, но и окончательно подорвать ее обороноспособность. Тем более, что околовластные компрадоры с радостью были готовы торговать не только нефтью и газом, но и ядерным щитом страны. Именно в этот период была заключена позорная урановая сделка, которая, как тогда говорили, лишила Россию ядерных зубов. В октябре, 15-18 октября 92-го года в Москву приехал шеф ЦРУ. И это совпало с еще одной линией, которая потом очень противопоставила Верховный Совет и Ельцинскую клику. Речь идет об урановой сделке. Дело в том, что Российская Федерация, правительство Российской Федерации, ну, естественно, и президент тоже договорились, что они продают американцам в течение 20 лет 500 тонн урана. Что такое 500 тонн урана? Это четверть всего урана, который произведен в 20 веке. И это 90% нашего урана. То есть, отдавая этот уран американцам, мы резко снижали свой ядерный потенциал. 90% нашего ядерного потенциала уходило к американцам, американцы наращивали свой ядерный потенциал в два раза. То есть, Ельцин и его команда превращали Россию во второстепенную ядерную державу. И, по сути дела, это государственное преступление. Это капитуляция, это ядерное, одностороннее ядерное разоружение. И я обращаю внимание, что это совпало с визитом шефа ЦРУ в Россию. Стоит ли, впрочем, обвинять во всем Запад? Да, курс Ельцина, открывавший ему доступ к российским недрам, его всецело устраивал. Но вопрос о том, был ли он единственной силой, которая спровоцировала переворот 1993 года, подтолкнув тогдашнего президента к силовому разрешению конфликта, остается дискуссионным. Я думаю, что на самом деле вот это незримое присутствие, которое плохо скрывалось и отчасти было невозможно скрыть, оно и породило волну слухов относительно того, что это чуть ли не проявление заговора мировой закулисы. К этому следует относиться, безусловно, внимательно, следует оценивать степень влияния иностранных спецслужб, иностранных правительств на процессы того времени. Но и переоценивать их тоже не стоит. Как говорится, в России водку пьют для запаха, дурости у нас своей хватает. В целом, конечно, Запад был заинтересован в той экономической политике, которая проводилась в 1992 и 1993 годах. Но, во-первых, Запад не очень хорошо представлял суть тех процессов, которые происходили. Имея массу осведомительных, дипломатов, разведчиков, почему-то они не всегда понимают то, что здесь происходит. Даже когда все это знают и видят. Я не хочу сказать, что Запад очень волновал, что думает народ. Но Запад не мог внятно определиться. Он хотел, чтобы все это осуществлялось до известных пределов, чтобы это не стало только слишком опасным для него. Но вот в отношениях Верховный Совет и президент, при прочих равных, они предпочли бы занять позицию нейтралитета. И посмотреть, что получится. Октябрьскому перевороту предшествовала еще одна попытка Ельцина сломать существующую систему власти. В конце марта им был подписан указ об особом порядке управления страной, который, однако, не был реализован на практике. За этим последовала попытка депутатов отрешить президента от власти, а затем апрельский референдум, результаты которого трактовались Ельциным и его сторонниками как некое формальное основание для решительных действий, ибо, как утверждалось, народ якобы парламенту не доверяет. Не отставали и депутаты, вовсю пользуясь возможностью менять конституцию страны по своему усмотрению. Ситуация накалялась. Становилось все более очевидным, что мирное сосуществование западной модели президентства и оставшейся от СССР системы Советов невозможно. Тем более, что на уступки идти никто не хотел. Оставалось только ждать, когда эта взрывоопасная смесь рванет. Очередное обострение случилось в конце лета. 17 августа 1993 года в Москве произошло следующее. Состоялся митинг сторонников либеральных реформ. И, как говорят аналитики, ну, например, об этом пишет в своей блестящей книге «Расстрел Белого дома» Александр Владимирович Островский, по-видимому, планировалось, что наэлектризованная толпа, которую поведет какая-нибудь кликуша вроде Новодворской, которая закричит, вот там в Белом доме заседают фашисты, или что-то в этом роде, или кто-то, или кто-то какой-то другой полусумасшедший человек, и толпа бросится к Белому дому, и, так сказать, фактически его, так сказать, депутатов разгонят, а Ельцин потом выступит в качестве, ну, вот такова воля народа. Но дело в том, что противники наших реформаторов тоже не дремали, у них была своя разведка, и 17 августа они организовали контр-митинг, и встреча двух митингов завершилась в ничью. То есть Ельцин не рискнул устраивать то, что вот... И тогда, судя по дальнейшим событиям, Ельцин выбрал военный вариант. 1 сентября 1993 года он посетил Кантемировскую Таманскую дивизию, и это уже была такая серьезная подготовка, потому что именно Таманская дивизия, потом танки из Таманской дивизии стреляли по Белому дому. Развязка наступила вечером 21 сентября. Ровно в 20.00 во всех телевизорах страны появился Борис Ельцин, зачитавший свой, ставший печально знаменитым указ номер 1400. В соответствии с указом президента, который уже подписан с сегодняшнего дня, прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Высшим органом законодательной власти становится Федеральное Собрание Российской Федерации, двухпалатный парламент, работающий на профессиональной основе. Выборы назначены на 11-12 декабря этого года. Я хочу напомнить, что по изменениям в Конституцию, внесенном за полгода до этих событий, при попытке распуска любого избранного органа власти, полномочия президента прекращались автоматически. То есть это не требовало дополнительных каких-то решений. Вот подписанием указа номер 1400, Ельцин юридически подписал указ о своей отставке. Это одно и то же. То есть не надо было его даже ни в чем обвинять, судить. Вот это просто конституционно это было так. Но любое право, ничто без силы способный принудить к соблюдению права. Когда вопрос идет о власти, надо действовать очень быстро, а не, как говорит наш один известный нынешний политический деятель, не жевать сопли. Вот, к сожалению, депутаты занимались 4 дня этим. И только 26 сентября они объявили о необходимости всеобщей политической стачки. Зная склонность Ельцина к резким поступкам, поневоле удивляешься тому, что он не стал рубить с плеча, а растянул историю с разгоном парламента на долгие две недели. Вряд ли он рассчитывал найти компромисс. Тогда возникает вопрос, что или, может быть, кто удержал его от кавалерийской атаки на депутатов. Нужно сказать, что вот в то время, как развивались вот эти события в Москве, за океаном шел другой процесс. За океаном решался вопрос о реструктуризации российского внешнего долга. И когда я обсуждал вот этот вопрос с Александром Владимировичем Островским, он обратил мое внимание вот на какой факт. По мнению Островского, Ельцин мог бы разогнать Верховный Совет значительно раньше. Но шла очень хитрая игра. Клинтону нужно было додавить Сенат и Конгресс, чтобы они утвердили программу помощи экономическим реформам в России, потому что эта помощь вела к разрушению России. Но сенаторы и конгрессмены – народ часто прижимистый и не очень дальновидный. И Клинтону нужен был очень сильный аргумент. И вот этим аргументом было сохранение Верховного Совета в Москве. То есть, логика была такая. Смотрите, там сидят коммуно-фашисты. Если мы сейчас друга Бориса не поддержим, то как же тогда? Тогда Россия выскользнет из ловушки. Вы что, с ума сошли, ребята? Надо же, так сказать, думать вперед, думать о будущем. И 30 сентября по американскому времени, у нас уже был 1 октября, наконец и Сенат, не только Конгресс, и Сенат уже подписал программу помощи. Вот теперь можно было разгонять Верховный Совет. Ну а что же парламент? Чего ждали они? Что Ельцин раскается и снова отыграет назад? Это наивно. Что москвичи восстанут и свергнут ненавистного президента? Для этого не было условий. Мог ли исход осеннего противостояния быть другим? Вот вопрос, ответа на который нет, пожалуй, даже у тех, кто принимал в тех событиях непосредственное участие. Знаете, я себе этот вопрос задаю много лет. С определенными оговорками, я думаю, что такая ситуация была. По крайней мере, момент, когда власть, в прямом смысле слова, лежала на земле, он был. Это было где-то примерно с 14 часов 3-го числа до примерно 20 часов 3-го числа. И если бы вот в этот момент власть, точнее не власть, а руководство Верховного Совета провело себя более энергично, если бы не совершило несколько критических ошибок, которые были совершены, то с определенной долей вероятности можно сказать, что ситуация бы качнулась. Какова могла бы быть игра Верховного Совета на победу? Нужно было организовывать по-настоящему народное восстание. Поставить противоположную сторону перед задачей пролить столько крови, чтобы у них духу не хватило этого сделать. Но дело в том, что в Белом доме сидели люди, у которых не хватило духу на организацию народного восстания. И Рудской и Хасбулатов хотели договориться, они хотели компромисса, они хотели сыграть в ничью, а Ельцин хотел играть на победу. В ситуации, когда один из противников играет на победу, а другой играет на ничью, ясно совершенно, что тот, кто играет на ничью, проиграет. Вот, судя по всему, и Рудской, и Хасбулатов, вообще руководство Верховного Совета, они просто неадекватно воспринимали ситуацию. Они неадекватно воспринимали ситуацию в стране, неадекватно ситуацию воспринимали в мире. Например, Хасбулатов обращался к мировому сообществу. К мировому сообществу только что нож вложило в руки твоего противника, а ты к нему обращаешься. Кроме того, они ловились на дезинформацию, ими манипулировали. То есть, в принципе, Верховный Совет не был готов к схватке. Они готовы были пассивно стоять и ждать, пока их прикончат. Это говорит о том, что это были политические импотенты. И в этом трагедия Россия, что политическим бандитам противостояли политические импотенты. Пока в столице шло противостояние, остальная Россия, по большей части, жила своей жизнью. Кому-то было просто не до московских интриг. Ибо они просто пытались выжить в условиях рыночных джунглей. А кому-то были одинаково противны и депутаты, и Ельцин. Народ не хотел вставать ни под те, ни под другие знамена. И, по сути дела, хотел, чтобы это как можно быстрее закончилось. Вообще первую неделю все было достаточно спокойно. На второй неделе ситуация, очевидно, уже начали переформатировать свою позицию руководители силовых структур, реальные руководители. И вот когда спиралью Бруно окутали все это пространство, преградили вход и выход, началась уже прямая осада. Все там стали отключать, включая канализацию. Я помню, как бабушки прокрадывались чуть не ползком, но вообще для партизанского фильма сцена с рюкзаками, с батонами хлеба, чтобы накормить. Потому что не было еды в Верховном Совете. Я помню, как сначала отряды Ельцина силовые держали цепь вокруг всей этой площадки. А потом они стали расширять, потому что стекался народ. Вполне такой, ну, не тот, который дерется и кастетами бьет, а тот, который там плевется и царапается. Даже такой, вот, женщины, бабушки, и они стали не подпускать их. И потом уже в какие-то дни, просто на выходе из метро 905-го года, нет, Краснопресненская, Краснопресненская, да, вот там, в этих местах, они не давали выйти дальше метро, там, площадку метро, а дальше начинали. Конечно, вот эти сцены, когда эти дюжи и ребята били действительно старушек с красными флажками и с батонами хлеба и старичков дубинками, ну, это все правда. Настроения все время колебались то в одну сторону, то в другую. У нас старовольное население, на мой взгляд, были две большие группы. Большая часть, процентов 80, они вообще никак не участвовали. Они просто наблюдали за картинкой, по вечерам видели новости, понимали, что что-то происходит в их родном городе. Кто-то, может быть, ездил посмотреть, но большинство жили своими интересами, обычными, потому что драма Белого дома на тот момент заключалась в том, что он уже никого особо не волновал. То есть страна была настолько, как бы, опрокинута вот этими двумя годами всем тем, что произошло, что абсолютно утратила, как бы, инстинкт самосохранения и инстинкт, вообще, интереса к политике. Тем неожиданнее были события 3 октября. Только-только под эгидой Русской Православной Церкви начались переговоры в Свято-Даниловом монастыре. И еще теплилась надежда на мирный исход. Большинству трезвомыслищих людей выход виделся в реализации так называемого нулевого варианта, подразумевавшего уход с политической арены и депутатов, и президента. Но в итоге все пошло совсем по другому сценарию. К третьему числу народ озверел, потому что вот тот самый, как бы, драконовский режим, который был установлен, вот эти приехавшие ОМОНы, которые ни с кем не церемонились, значит, команда больше трех не собираться, когда там у метро четверо собираются, там, что называется, раздавить бутылку, и их начинают дубинками по спинам разгонять. В прямом смысле был приказ, что там любая группа, значит, немедленно разгонять, не давать, значит, никаких протестных, там, при выступлении. И за две недели они в итоге так, что называется, раскачали Москву, что третьего числа совершенно неожиданно, я, например, совершенно не ожидал. Я прибыл с опозданием где-то, наверное, минут на 40 на митинг на Октябрьской, который должен был быть, вышел и понял, что все, мы проиграли, ни одного человека нет, всем уже все безразлично, всем все надоело. Потом начал обратить внимание, что валяются какие-то щиты, значит, там, милицейские фуражки. И потом я увидел только хвост колонны, который уходил от Октябрьской, значит, через Крымский мост. И потом, когда мы ее нагнали, это было что-то сумасшедшее. То есть, наверное, я не знаю, я никогда не считал, сколько людей, но это была тьма. Наверное, несколько сотен тысяч, или уж под сотню тысяч, так точно. И она как таким громадным кулаком смела вот это все, что было на улицах. Милиция тут же разбежалась. Вот как раз, я говорю, наступил тот самый момент безвластия, который продолжался несколько часов. 3 октября началось то, что закончилось кровавой бойней. И вот, что рассказывают очевидцы. Вот эта толпа, которая собралась около метро Октябрьского, им перекрыли все пути, кроме одного, через Крымский мост. На Крымском мосту стояло очень хилое оцепление со щитами, и демонстранты его прорвали. Но кто прорывал? Очевидцы говорят, что ударной силой были примерно 40-60 крепких, здоровых, молодых мужиков в черных куртках. Шарфами очень многих были завязаны лица. И они прорвали вот эту вот линию, и дальше они пошли по Садовому кольцу. Что значит по Садовому кольцу? Мимо Американского посольства. Там их уже ждали кинооператоры показать вот, что коммунофашисты делают в Москве. То есть их гнали совершенно в определенном направлении. Дальше есть такое узкое место на Садовом кольце, это тоннель в районе метро Маяковской. Там стояли БТРы, танки. Им спокойно, команде Макашева дали спокойно пройти, ребята, идите на Останкино и так далее. В попытке разобраться в кровавых событиях 1993 года, любой исследователь неминуемо натыкается на то, что в столице действовала некая третья сила. Усиленно сталкивавшая противоборствующие стороны друг с другом. Как только события могли перейти в мирное русло, делалось все возможное для того, чтобы этого не произошло. Кукловоды требовали крови. Если сейчас, спустя годы смотреть, в правительстве тогда, которое работало на Ельцине, в проельцинском правительстве, в администрации, на тот момент работали сотни и не одна сотня американских экспертов, помощников, советников и прочих. Естественно, в рамках опасности этого красного реванша подрабатывался план так или иначе противодействия. Но я думаю, что одна из деталей этого плана заключалась в том, что при таких событиях помочь правильным силам в России получить то, что называется карт-бланш на проведение большой зачистки. И вот в рамках вот этой кампании «Помочь» был сформирован определенный отряд из бывших граждан, или, по крайней мере, людей, которые являлись носителями языка, не обязательно, может быть, из России, но из бывшего СССР, с навыками, которые были обучены и которые были использованы. На тот момент это было сделать совершенно нетрудно. Через год примерно, если не ошибаюсь, кто-то из аэрофлота приехал и показал списки нескольких спортивных команд. Одна прилетала из Чехословакии, причем там были граждане из США, там несколько разных было. Еще спортивная команда прилетала, по-моему, по регби, по-моему, из Голландии. Опять же, тоже странным образом, в основном команда по регби, но там в основном граждане, либо там часть русских, но большинство какая-то смешанная. И еще была команда, но там типа туристическая. Что вот они, значит, прибыли в районе, опять же, 23-24 сентября в Москву, но обратно, говорит, они до сих пор не выехали. По многочисленным свидетельствам были некие снайперы, которые стреляли и в тех, и в других. Вы знаете, это очень похоже на схему переворота в Румынии в 1989 году. Ну, так свергали Чаушеску, там тоже были снайперы, которые стреляли и в тех, и в других, и вызывали. Ну, это довольно частая вещь, здесь нет ничего удивительного. Это типичный такой спецслужбистский прием. Он аморальный, но он довольно частый. И, судя по всему, он был применен. Я думаю, что у Ельцина и его команда мозгов бы не хватило для организации всего того, что было организовано. Возможно, какие-то, так сказать, хитроумные люди были, но тот факт, который сообщил Баранников, что здесь появились люди из ЦРУ и из Intelligent Service, сразу же после того, как началась блокада, говорит о том, что здесь поработали спецы. Я думаю, что это была такая комбинация западных спецслужб и, так сказать, наших. Уж больно все было... Исполнение было грязное, но задумка была очень четкая. Вторая вещь, которая была уже более поздней, более объективной, заключалась в том, что ко мне примерно через полгода после этих событий приехал один из прапорщиков из Таманской дивизии, который мне привез копии накладных на снайперские винтовки, которые были выданы администрации президента. На имя администрации президента, там фамилия его было, я помню, их передал еще тогда в Думу, где они благополучно затерялись. Значит, на 150 винтовок, нет, по-моему, сейчас не помню, 100, нет, то 150 винтовок СВД с боеприпасами, со всеми. И они были выданы примерно, если не ошибаюсь, где-то числа 26 сентября. Сдали их, по-моему, 6 или 7 октября. Он сказал, что часть винтовок, то есть не все были отстрелены, но часть винтовок была отстрелена, и что накладные подлинники все были изъяты. Но поскольку он там на копирке все это делал, то вторая часть у него оставалась, вот он их привез. То есть вопрос, для чего их получали, и кто их использовал, учитывая, что сама служба безопасности была великолепно вооружена. Капитан запаса Владислав Шурыгин не понаслышке знает о тех событиях. 3 октября 1993 года он сам был ранен во время штурма мэрии. Собственно говоря, я получил ранение тогда, когда 3-го числа, где-то в 15.45, находясь в Девятинском переулке, я увидел на девятиэтажке, слева американское посольство, справа гостиница «Мир». За гостиницей «Мир» было такое одноэтажное здание, раньше это было отделение милиции, сейчас не знаю, что там. А за ним находится девятиэтажка. Наверху этой девятиэтажки я увидел человека не в форме, а со снайперской винтовкой. На тот момент я решил, что за эти первые пять минут поработать с журналистом, наконец-то, достал свою мыльницу и в этот момент получил пулю в ногу. Но не от снайпера, а как раз от милиционеров, которые стреляли. Но если бы это было сделано секунду на три позже, то у меня на фотоаппарате даже был бы этот снайпер. А так я его даже поднять толком не успел. После того, как оцепление Белого дома было прорвано, руководители обороны парламента призвали идти на Останкино. Это решение вызывает очень много вопросов. Да, возможно, ими двигало желание прорвать информационную блокаду, рассказать людям правду о происходящем в Москве. Но на деле оказалось, что они пошли аккурат в расставленную ловушку. Лучшего доказательства того, что в столице происходит мятеж, чем растиражированные кадры штурма телецентра, Ельцину еще нужно было поискать. Вы знаете, я думаю, что это была такая эйфория. И Руцкова потянуло на 1991 год, когда он точно так же на этом же месте дежавю выступал и требовал, что называется, забрать почту, телеграф, телефон, видимо, начитавшись когда-то Владимира Ильича Ленина. И здесь его точно так же потянуло. Вот давайте пойдем, захватим эфир и скажем народу правду. И, собственно говоря, несколько десятков вооруженных людей, несколько тысяч безоружных людей пошли к Останкино требовать правды. Кончилось все тем, что началась бойня. Эту бойню тут же объявили фашистским штурмом Останкино. 24 часа началась трансляция непрерывно о том, как идет непрерывный бой, и фашисты рвутся захватить Останкино и растерзать всю страну. И вот, собственно говоря, вот эти чаши весов, которые на тот момент передавили. Поход за правдой превратился в бойню, сигналом к началу которой стал якобы прозвучавший со стороны осадивших Останкино выстрел из гранатомета. О том, что на самом деле все обстояло совсем не так, стало известно гораздо позже. Опять же, надо сказать, что первый выстрел у Останкино это был не выстрел из РПГ. Первый выстрел у Останкино это было тогда, когда начали ломать двери грузовиком. Как раз в холле телецентра к этому моменту Витязь занимал оборону, были вытащены сейфы остальные. И за этими сейфами находилась группа Витязей. И, значит, один из бойцов, то есть, в этот момент командир группы, решив отпугнуть тех, кто, или, по крайней мере, психологически воздействовать на тех, кто снаружи, он кинул светошумовую гранату Заря. Но при этом, опять же, поскольку все были, конечно, очень большие спецназовцы, но все это у всех было первый раз, он забыл предупредить своих. И когда граната бабахнула, а несколько бойцов в этот момент находились за сейфами, просто не видели его действий. Одного из бойцов просто, что называется, лежал палец на курке, и он в упор застрелил бойца по фамилии Ситников. И именно это убийство своим, freedom fire, то есть, дружественным огнем своего бойца было тут же объявлено как убийство со стороны тех, кто штурмует. И была дана команда открыть огонь на поражение, и начали стрелять вообще по всему, что движется, шевелится. И показывать свою полную, даже не профессионализм, а свою полную убожество. Потому что были расстреляны две телегруппы, было расстреляно, погибло несколько женщин, которые были одеты как женщины. Я был вечером 3-го числа в Останкино. И, конечно, вот такие трагические, поражающие кадры. Толпа неорганизованная, которая мечется под полютьметными очередями со стороны корпусов Останкино. Действительно трассирующие очереди, идущие оттуда и пытающиеся стрелять от толпы. Подходящие бронетранспортеры в какой-то момент, к реке толпы подошла советская армия, наши пришли. Очереди по толпе с бронетранспортеров, рассыпающаяся толпа. И девочки, молодые ребята, девочки из комсомольской организации, выбегающие к технике, бросающие камни в нее. И очереди по этим ребятам и девочкам, которых потом вытаскивают и выносят с прошитыми пулеметными очередями. Могу рассказать одну совершенно драматическую историю, когда со мной в больнице лежал мальчишка, он был 17 лет, фамилия у него была Шуруков. Чем-то был похож на меня по фамилии. Он был, парень заканчивал ПТУ, учился на повара, и там оказалось совершенно случайно. Увидев кучу людей, которые ранены и стонут, он, и опять же, скорая помощь не могла подъехать, по ней тут же начинали стрелять. Он взял брошенную машину, которая на тот момент стояла ЗИЛ, еще с одним мужчиной, и начал вывозить раненых. То есть они подъезжали, вылезали из кабины, поднимали раненого, втаскивали в кабину и отвозили. Вот они сделали две ходки, на третьей ходке его подстрелили самого, он был тяжело ранен. Вот это был профессионализм и метизм. Пока у останки нашел бой, на головы жителей остальной России, после того, как эфир был восстановлен, плелись потоки грязи и клеветы в адрес депутатов и их сторонников. Особенно отличились в разжигании ненависти представители так называемой либеральной интеллигенции, требовавшей немедленного подавления народных выступлений. Они убивают ни в чем неповинных людей. Я не знаю, что сейчас будет, если там сто тысяч, как говорят, людей. А где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции? И мне еще говорят, легитимно-нелегитимно. Если к власти придет русской, он нас просто расстреляет. Ребятки, хотите жить, раздавите гадину. Ребята из спецназа отстояли нас от толпы пьяных бандитов. Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. После того, как Останкино удалось отстоять от восставших, стало понятно, что развязка близка. Ни одна из целей, поставленных стороной парламента, не была достигнута. В дело вступила армия, которая до этого момента всеми силами пыталась сохранить нейтралитет. Собственно говоря, у нас и нет оснований говорить о том, что войска приняли чью-то сторону. Они, скорее, как и большинство населения страны, остались безучастны. На самом деле армия повела себя сам жалким образом. У меня был особый пропуск Верховного Совета. Я был порученцем у вновь назначенного министра обороны Ачалова. И, собственно говоря, выполнял функцию связи со штабами, которые находились в Москве. Я почти каждый день был в штабе ВДВ. Я каждый день был в штабе Московского военного округа, Московского округа ПВО, в генеральном штабе. Встречался на улице, иногда меня проводили внутрь. Все тихо вздыхали, все сочувствовали, все желали удачи. И все, никто ничего не делал. Более того, все московские части вокруг Москвы были блокированы ОМОНами. На тот момент в Москву было стянуто не то 20, не то 25 областных и республиканских ОМОНов. Эти ОМОНы распределили мало того, что по районам. Плюс ко всему, именно им было поручено блокирование тех частей, которые находятся в Москве. Перед каждой частью были поставлены заграждения. Были поставлены посты ОМОНа. И фактически части оказались замурованы. Понятно, что это были совершенно муравьиные заграждения и совершенно муравьиные силы. Но для военных это был очень хороший повод показать, что они ничего не могут. Их блокировали. И, соответственно, никто даже не попытался, на самом деле, куда-то там прийти на помощь Верховному Совету. Безусловно, сторонникам Верховного Совета хотелось, чтобы вооруженные силы поддержали их борьбу с антиконституционным переворотом. До сих пор, спустя два десятилетия после тех событий, в их голосе слышна обида. Она была разложена. Руководил ей Грачев, пьяница. Так, это общеизвестный факт, так и все армейские генералы об этом знали. Я лично говорил несколько раз с Грачевым по поводу того, чтобы он прекращал пьянство. Но пьянство в высших кругах тогда было нормой. Вы знаете, что и Гайдар был пьяницей. К сожалению, вот эта, она буквально вот эта зараза убивала армейское руководство. Те, которые Грачеву не подходили по душе, он их просто выгонял. Ельцин тут же подписывал эти указы. Ну и, конечно, бесхребетность в конечном счете. Те, которые могли бы и отказаться, и не допустить этого позорного события, но они предпочли участвовать и получить большие награды. А те, кто не участвовал, тех разогнали. Ведь очень большое количество офицеров отказывалось участвовать в этих делах. Тех, кто согласился участвовать в расстреле парламента, оказалось немного. Но тень их позора легла кровавым пятном на всю армию. Если говорить о руле армии, то вторая, ну что ли, правда заключается в том, что армия действительно не хотела вмешиваться ни на чьей стороне. Ну, как бы главным доказательством является то, что экипажи танков пришлось просто вербовать. То есть Гайдар в этом случае выделил деньги, Кобец и Волкогонов ездили, значит, в Кантемировскую дивизию, набрали экипажи. Конечно, армия совершила преступления. Причем я считаю, что преступления тех офицеров, которые участвовали в этом перевороте, и солдат, оно значительно больше, чем преступления Ельцина, Грачева и командиров дивизии. Потому что президент в этих условиях, или генерал в этих условиях, они подчиняют себя целям. То есть они нарушают Конституцию. Но понятно, для чего они. Вот они убеждены, что это нужно. Когда солдаты действуют, выполняя приказ незаконный, это более явное преступление, потому что у них нет тех явных осознанных целей, которые есть у генералов, поведших их на переворот. Поэтому, безусловно, в первую очередь здесь не так, как считают. Надо судить начальников и не трогать низших. Вот в такой ситуации надо в первую очередь наказывать низших. И наиболее жестко. Чтобы не выполняли дурацкие приказы. Очень часто в оправдании стрельбы по Белому дому можно слышать, что, мол, стреляли не боевыми снарядами, а болванками. И это, дескать, был всего лишь акт устрашения. Но помимо танков, против защищавших парламент, были брошены и другие силы. Те, которые пришли не пугать, а убивать. 4 октября в 6.43 несколько БТРов подъехали к Белому дому и начали расстреливать людей в палаточном городке. Это были безоружные люди, которые были просто в палаточном городке. Причем, как впоследствии официально скажет власть, что, во-первых, до 8 часов это была крайняя точка. В 7 часов был ультиматум объявлен. Но как же крайняя точка в 8 и в 7 ультиматум, если в 6.43 началось вот это массовое убийство. Затем около 10 часов подъехали танки, которые вели огонь по зданию Верховного Совета. На следующий день в газетах было написано, что коммуно-фашистский мятеж подавлен. И вообще сама жестокость расправы удивила очень многих. И когда Виктор Ахсючев спросил Сергея Станкевича, зачем так было нужно расстреливать Белый дом, на это этот демократ сказал, а чтобы другим неповадно было, чтобы запомнить. Итак, Белый дом был расстрелян. А все руководство Верховного Совета и значительная часть депутатов была арестована. Казалось, расправу над неугодными уже не остановить. Но тут неожиданно свое слово сказал народ. Выборы Первой Государственной Думы прошли вовсе не по тому сценарию, на который рассчитывали Ельцин и его окружение. Рукоплескать расправе над парламентом новые депутаты были не намерены, и власть сочла за лучшее свернуть расследование. В феврале 1994 года Государственная Дума приняла решение об амнистии для лиц, противодействовавших реализации указа номер 1400. Как будто ничего и не было. Дума тоже, кстати, показала себя совершенно беззубой. Вместо того, чтобы полностью реабилитировать, они приняли этот акт амнистии. Что значит амнистии? Мне за что амнистировать? Я и не признал, мне говорят, когда выпускали, мне говорят, вот если вы не признаете, что он вас не выпустит. Я говорю, ничего подобного, я говорю, попробуйте не выпустить. Вот вы, говорит, должны записать, говорит, что вы признаете. Я говорю, давайте ручку, я знаю, что мне писать. Я написал, виновным не признаю, с актом амнистии согласен. Я говорю, вот вам бумага. Теперь я говорю, или не выпускайте, или выпускаете. Поэтому такая картина получилась, что вот А сказали, а Б так и не сказали. Разумеется, дело не в доброте душевной Ельцина. Два фактора определили мягкую участь Хасбулатова, Рудского и других сидельцев в Белом доме. Во-первых, декабрьские выборы 1993 года со стеклянной ясностью показали Ельцину и его команде, что народ считает их власть нелегитимной. Несмотря на то, что выборы России вбухал 48 миллионов на выборы, они набрали 15% голосов. Коммунисты всего на 3 голоса меньше, 12. Ну, а лидировало ЛДПР 23%. И это был ясный ответ населения. А для Ельцина это было не самое принципиальное. Наказать он их хотел, но, во-первых, Ельцин старался никогда никого не добивать. С одной стороны, по определенным темпераментным причинам. С другой стороны, ну, он всегда считал, что... Он же выполнял роль такого дирижера элитного, да? И он, если кто-то вот слишком возвышался, он его погружал пониже, клал такую тяжелую лапу, но не до конца, чтобы, когда возвысится другое, этот мог быть оппонентом. У Ельцина было такое управленческое, элитное, очень сильное чутье. В общем, достаточно талантливый человек, только вот страну возглавлять он не мог в этих условиях. В этой истории ключевую роль в деле сыграла Генеральная прокуратура, которую сразу после октябрьских событий возглавил Алексей Казанник, прославившийся в свое время тем, что уступил свое место Верховном Совете СССР Борису Ельцину. Назначая его на этот пост, президент России, очевидно, рассчитывал на полную лояльность и послушность, но просчитался. Это был тот редкий случай, когда Генеральный прокурор не прогнулся под натиском власти. Казанник действительно был мягкий человек, но он был порядочный человек. И Казанник признал действия правительства 4 октября преступными, потому что стрельба началась без переговоров, до объявления ультиматума, и Казанник решил, что он должен возбудить уголовные дела против министра внутренних дел Елена и министра обороны Грачева за то, что они выполняли преступные приказы. Но как только он сказал слово «преступные приказы», возник вопрос, а кто отдавал преступные приказы? И Казанник писал об этом так. «Мы понимали, что процедура привлечения Ельцина к уголовной ответственности исключительно сложная, но в феврале 1994 года во время совещания в прокуратуре мы пришли к выводу, что придется расследовать уголовное дело и в этом аспекте, то есть привлекать Ельцина к суду». И когда Казанник вызвал Ельцин и заявил о намерении внести в Думу проект об амнистии, ну, правда, он говорил, что это не должно распространяться на этих мерзавцев, это была игра. На самом деле Ельцин спасал себя. И 23 февраля была объявлена амнистия, потому что не объяви Ельцину эту амнистию, вот представьте, началось бы следствие. Ельцину пришлось бы еще один переворот устраивать, но это было, как говорят французы, это немножко много. С учетом результатов декабрьских выборов он не рискнул. Итак, амнистия была объявлена. Руководители парламента вышли на свободу, и нельзя сказать, что их жизнь после этого не сложилась. В отличие от тех, кто навсегда остался у Белого дома, пав жертвой государственного переворота. Мы до сих пор не знаем точного числа жертв этой бойни. В официальном списке погибших в результате октябрьских событий, объявленном Генеральной прокуратурой России, числятся 147 человек. Но в эти цифры ни тогда, ни сейчас никто не верит. В том, что погибших в те дни было гораздо больше, чем официально признано, уверены все. Разница лишь в том, насколько больше. Я думаю, что погибло где-то примерно под 300 человек. Примерно это реальная цифра. На тот момент существовало закрытое распоряжение Лужкова. Это сейчас тоже уже установлено. О том, чтобы предъявлять на опознание и фиксировать только те трупы, которые идентифицированы как москвичи и подмосковья. То есть, те, кого родственники будут искать, тех предупредить. Все трупы, неопознанные, у кого нет документов или документы не москвичей, те вывозить отдельно и, что называется, отдельно утилизировать. Я это знаю совершенно точно. Опять же, почему? Потому что, например, Белый дом защищал на тот момент один из моих знакомых. Он учился в академии. По-моему, я ошибаюсь, он тогда был подполковником. Моего отец, полковник-ветеран, приехал из Минска. И утром 3-го числа, точнее, вечером 3-го числа, сын ушел на дежурство, потому что он ничего не мог сделать. Он обязан был идти. А отец остался защищать Белый дом. И с тех пор он пропал без следа. То есть, он вообще исчез. Трупы уничтожались в течение примерно 3-4 суток. С 5-го по 8-е, по 9-е. Уничтожались, как мне было сказано, потом уже, так сказать, по секрету, в крематории, по-моему, Архангельского кладбища. Это вот, которое сейчас военно-мемориальное. Я слышал о том, что были расстрелы, но прямых доказательств нет. Есть свидетельские показания о том, что расстреливали людей просто вот в колодцах, дворов отводили и расстреливали. Очень может быть, что этим запятнали себя МВД и ОМОН. Но, опять же, прямых доказательств нет. А вот по трупам доказательства есть. Одному моему очень хорошему знакомому, большому милицейскому чину, его приятель, тоже, так сказать, немалый милицейский чин, рассказывал, что когда он вошел утром 5-го числа в Белый дом, он увидел такие вот, так сказать, тюки с трупами. И он спросил, сколько в одном тюке трупов. И очень быстро посчитал, сколько трупов там складировано. 1700-1800. Насколько мне известно, их потом грузили на баржи, вывозили по Москварике и где-то сжигали. Но я думаю, что около 2000 это будет цифра правильная. Мне говорили, в том числе, милицейские генералы. Вы знаете, вот первые годы интересной была ситуация. Даже те противники нашего Верховного Совета, которые выполняли указы Ельцина, своего руководства, когда их снимали с должности, они сюда бежали ко мне и выкладывали все как есть. Так вот мне, по крайней мере, 3-4 очень информированные милицейские генералы говорили о том, что убито порядка полутора тысяч человек. Им было очень важно, чтобы вот этот количественный параметр не переступил те размеры, под которые они попадали под международный трибунал. Трибунал уже не грозит ни Ельцину, ни Грачеву, ни Ерину. Но еще в далеком 1837 году Михаил Лермонтов писал, «Есть Божий суд, на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет». И это не просто слова. Вы знаете, здесь целая есть такая, что ли, мистика с точки зрения истории о том, что кровь людская не водится. И, безусловно, очень многие за это страшно расплатились. Самым страшным образом расплатился Романов. Генерал Романов, который был, собственно говоря, главным от внутренних войск при зачистке Белого дома, и, собственно говоря, он был командовал всей операцией. Он, как мы знаем, с 1996 года пребывает в состоянии овощей. Тут уж ему бог судья. А второй, генерал Прокопенко, который отвечал со стороны Министерства обороны, он погиб в 99-м году, попал в засаде в Ингушетии. Погиб на дороге, что называется. Знаете, есть танкисты, которые стреляли, были наняты. С одним из них была история, которая давала интервью, когда-то его умудрились поймать. И он так криво улыбаясь говорил, что солдаты делают то, что ему прикажут. А потом его же вытащили дудаевцы, когда был неудачный штурм Грозного. Но оппозиции он и там побывал в наемниках. Танк его был подбит, сгорел. А сам он был в таких, что называется, обоставшихся штанах. И дрожащим голосом лепетал о том, что он не знал, зачем он сюда пошел. И вообще он любит чеченский народ и ничего не имеет против. Вы знаете, я как-то уже бросил отслеживать судьбы. Как-то, наверное, не то, что перегорел. Я просто понял, что, как это сказать, пытаться на себя брать функции Бога глупо. А пытаться понять его промыслы тем более глупо. Поэтому я просто очень хорошо понимаю, что любая несправедливость, она так или иначе возвращается генералу. С расстрелом Белого дома закончился не просто период противостояния президента и парламента. В те дни закончилась целая эпоха. Под выстрелы танковых орудий была окончательно демонтирована система советов. Россия вступала в новую жизнь. И ей до сих пор приходится расхлебывать ту кашу, что была заварена Ельциным. Последствия переворота ужасающие. Во-первых, последствия переворота означали, что дан карт-бланш проведению вот той экономической и социальной политики, которая привела к необычайным бедствиям. И вот прямое следствие – это так называемый дефолт 98-го года. Некоторые говорят, там сечение обстоятельств, чепуха все это. Это прямое следствие той политики, которая проводилась. Второе последствие – полное уничтожение парламентаризма. Полное торжество авторитаризма. Вот ведь здесь дело-то не в Путине. Путин не расстреливал парламент, он конституцию не принимал. Он получил наследство то, что он получил. И самое главное, на протяжении более 10 лет, конечно, Россия стала непосредственным, так сказать, вот сателлитом. С лужкой на побегушках в Америке. То есть, конечно, мы очень много потеряли. Мы девальвировали идею конституции. Слово «конституция» является, по сути, почти бранным в обществе. Это произошло из-за того, что был этот переворот. Конституция, нынешняя конституция, хотя соблюдается элитами до известной степени, как таковая она нелегальна, она не была законно принята. И вот эта практика, что можно разогнать Верховный Совет, парламент, что можно арестовать, по сути дела, конституционный суд, что можно не выполнить решение ни одного, ни другого, что можно своей волей переписать конституцию, она создала атмосферу правового нигилизма. Нынешние правители России молчат о своей оценке событий 1993 года. И это понятно. И Путин, и Медведев, перефразируя классика, вышли из ельцинской шинели. Их положению не позавидуешь. Оправдаешь расстрел парламента, оттолкнешь от себя большинство населения. Осудишь Ельцина, признаешь нелегитимной, в том числе и свою власть. Вот они и молчат, как будто и не было этих кровавых дней. Так что же, нам лишь остается ждать суда истории, который расставит все по своим местам, или справедливость восторжествует при нашей жизни? Трудно сказать, какие события были большей катастрофой, 1991 год или 1993. Пожалуй, это ситуация, когда нужно сказать, что оба хуже. И в этом плане нужно сказать, что Ельцин совершил несколько государственных преступлений. Это Беловежская пуща, это Урановая сделка, это переворот, Октябрьский переворот и много чего другого. Но и этих трех вещей хватит, чтобы обвинить человека в государственном преступлении. Я не знаю, состоится ли когда-нибудь юридический суд над Ельцином, потому что эти преступления не имеют срока давности. Но то, что история и Горбачеву, и Ельцину уже вынесла свой приговор, то, что и один, и другой, это самые позорные, самые подлые персонажи нашей истории, здесь сомнения быть не может. Пока еще трудно оценивать значение произошедших событий, трудно оценивать значение фигуры Бориса Ельцина для истории России. Но уже понятно, что эта фигура трагическая. Однако я не стал бы одевать белые одежды на Руслана Хасбулатова и его команду или тех, кто с ним пошел, того же Александра Руцкого. Они совершили немало ошибок и, по сути, дали возможность Ельцину реализовать самый отвратительный, самый силовой сценарий развития событий, который только можно было себе представить. Они все виновны. Да, была амнистия, которая снимает с них, юридическое обвинение. Никто не вспоминает сейчас о том, что их нужно судить. Но я бы судил всех тех, я не хочу использовать жесткие эпитеты, но всех тех людей, которые в этом участвовали и убивали, просто потому что им приказали, а тем более тех, кто делал это просто из ненависти. Теоретически нужно какое-то независимое, пусть не официально-юридическое расследование, а с публикацией. Так или иначе, это когда-нибудь надо будет выяснять. И от морального суда я считаю, что никто не должен идти. Но как не жечь, Хоть всю Москву огнем занять никто уже, Назад не выйдет из огня, Замкнув ряды, Под мертвым небом Октябре В огонь и дым Они ушли За рядом ряд Горят огни Людей не в силах Обогреть Горят они